Знаете ли вы, что на самом деле вам нужно немного соли для вашего тела, чтобы нормально функционировать? По данным Medical News Today, соль на самом деле помогает избежать чрезмерного повышения уровня жидкости в вашем теле, чтобы ваши мышцы могли нормально функционировать. Если в вашем организме недостаточно натрия, ваше кровяное давление может упасть до опасного низкого уровня. Однако употребление слишком большого количества соли также очень опасно. Вот несколько признаков того, что вы едите слишком много соли. Вы все время хотите пить. Когда вы едите слишком много соли, вашему организму требуется больше жидкости, чтобы очистить вашу систему, чтобы ваши мышцы и другие органы могли нормально функционировать. Ваше тело дает вам понять, что ему нужно больше воды, сообщая, что вы хотите пить. И вам следует пить воду, потому что если ваше тело вынуждено брать воду из тех областей, вы можете получить обезвоживание. Отек. Если ваши кольца туго сидят на пальцах, ноги распухли или у вас по утрам опухшие глаза, возможно, вы едите слишком много соли. Соль помогает вашему организму удерживать воду. Согласно научно-популярной науке, слишком большая задержка воды может привести к опуханию рук, лодыжек, ног и в области под глазами. Слабые кости. Когда вы пьете много воды, чтобы восполнить перегрузку натрием, вам придется чаще мочиться. Частое мочеиспускание приводит к потере лишнего кальция. Ваши кости, включая зубы, нуждаются в кальции, чтобы оставаться сильными. Дефицит кальция может привести к костиопорозу. Камни в почках. Если вы едите много соли, в моче, скорее всего, будет больше кальция. Согласно данным веб-мид, сочетание большого количества соли и кальция, попадающие в почки, может привести к образованию камней в почках. Высокое кровяное давление. Баланс натрия-жидкости в вашем организме также важен, потому что он влияет на вашу кровь, которая влияет на ваши мышцы. Когда вы едите слишком много соли, ваше тело удерживает больше воды. Эта избыточная вода повышает ваше кровяное давление из-за дополнительной нагрузки на ваши кровеносные сосуды. Вы не можете сосредоточиться. Высокое кровяное давление, которое возникает в результате диеты с высоким содержанием натрия, может повредить артерии, которые ведут к вашему мозгу. Это может затруднить концентрацию внимания и повседневных задачах. Со временем это может привести к деменции или даже к образованию тромба. Тяга. Соль имеет приятный вкус, и если вы едите много соли, со временем ваше тело начинает жаждать больше соли, чтобы удовлетворить ваши вкусовые рецепторы. Соль и сахар активируют секцию удовольствия вашего мозга и могут научиться ассоциировать вкусы с сахара и соли со счастьем. По словам клиники Кливленда, это может стать довольно замкнутым циклом, о чем может свидетельствовать любой, у кого есть пристрастие к самому сладкому или соленому. Частые главные боли. Хотя исследователи не совсем уверены, почему натрий вызывают головные боли. Исследование, проведенное университетом Джона Хопкинса, показало, что у людей, которые потребляли 1500 мг натрия, вероятность возникновения головной боли была на 25% ниже, чем у тех, кто ел 2500. Хотя отвыкнуть от соленой привычки нелегко. Вы можете начать сечение этикеток на продуктах, которые вы едите, и стремиться еще больше есть фруктов, овощей и меньше упакованных продуктов. Продолжение следует...